с Денькой решили перекусить, вот пришли домой, вот так, вот первое мороженое у нас всем привет, мои хорошие начинаю новый влог ой, сегодня целый день вот вышли с утра и занимаемся поисками помещения для Денькиного дня рождения вот, короче, знаете вот вроде хорошее пространство, оно находится очень далеко, просто очень и всем моим гостям будет сюда добираться далеко, но пространство большое классное, потом какое-то вроде находим в центре, вроде удобное но я смотрю, что оно какое-то маловато и цены просто конячие такие, знаете, оно пушкинское там вот на Горького мне понравилось помещение одно, и там они как-то все организовывают много всего вот, плюс я могу это шоу свое пригласить в шоу-программу вот, еще, короче, в пару мест хочу заехать и уже потом сегодня отдать задаток ну что, мои хорошие взяла сейчас распечатку вроде нашли местечко самое близкое, которое есть к нашему дому недалеко, где тетю день рождения отмечали вот, нам дали тут разные пакеты тут по ценам прикольно все самый дорогой пакет макси 12 тысяч рублей стоит тут входит всякое разнообразие один час аниматора на выбор аквагрим, серебряное шоу фонтан из гелевых шаров баннер, на котором будет написано там все дискотека, светомузыка подарок имениннику тележка, кэнди бар фото-зона, тематическое оформление стола я ему хочу все сделать в стиле фиксиков торт фиксики заказала уже поэтому я думаю будем держаться торта вот, короче, сейчас подумаю залог оставила уже сейчас подумаю, какой пакет лучше заказать а нам еще просто там организаторы шоу одного они еще предлагают нам аниматоров всяких все такое сейчас я посмотрю, что они предлагают от этого будем отталкиваться от пакета всем доброе утро, мои хорошие сегодня у меня хорошее настроение на улице светит солнце просто супер и с утра я уже занимаюсь тем что ищу ищу чем бы можно было бы еще заняться на чем можно было бы еще зарабатывать и знаете, честно говоря мне часто задают вопрос те, Селена, посоветую на кого пойти учиться, например какие профессии сейчас востребованы что бы ты посоветовала для того, чтобы ну как бы все хотят работать на самом деле удаленно никто не хочет работать на дядю с утра до вечера, да хотят гибкие графики какие-то быть сам себе хозяин и хорошо при этом зарабатывать вот я знаю, что на сегодняшний день вот реально на сегодняшний день самая востребованная профессия это СММщики это те, кто продвигают аккаунты, каналы какие-то услуги и так далее сейчас найти хорошего специалиста это большая редкость и если какая-то компания или человек там, да который занимается то есть предоставляет какие-то услуги, да имеет что-то и ему это нужно продвигать если он находит хорошего специалиста он никогда его не отпустит потому что это его хлеб это его заработок чем лучше СММщик, тем больше зарабатывают они оба и СММщики на самом деле сейчас зарабатывают очень много это одна из самых востребованных сейчас профессий я тут читала, где можно обучиться именно вот чтобы хорошо обучали, да чтобы вот и график гибкий был и чтобы примеры были какие-то чтобы не просто была какая-то сухая теория а была и практика и узнала недавно об образовательной платформе Skillbox почитала о ней отзывы отзывы пишут хорошие отзывов очень много обучиться там можно на абсолютно разные профессии но вот одна из самых востребованных которая меня интересует и которую я рекомендую многим другим это СММ менеджер что мне больше всего понравилось именно на этой образовательной платформе то, что там предоставляется первые 6 месяцев обучения бесплатно то, что там есть практика есть реальный бюджет, на котором можно потренироваться гарантированное трудоустройство курс остается у вас навсегда вы сможете в любое время снова его пройти и освежить свои знания в любое удобное для вас время вы научитесь продвигать бизнес в социальных сетях разрабатывать СММ стратегии писать тексты под разные задачи запускать таргетированную рекламу что сейчас очень востребовано на образовательной платформе Skillbox вас ждут преподаватели практики из крупных компаний а также закрытые воркшопы и карьерные консультации зарегистрироваться на образовательной платформе Skillbox очень просто все ссылочки я оставлю под видео и еще подробную информацию те, кто ищет заработок, актуальный в наше время с хорошей зарплатой и свободным графиком который вы сможете сами себе делать это СММ менеджер поэтому обязательно заглядывайте в инфобокс вся подробная информация там я накрашенная, как видите, уже день, обед я уже сняла видео подготавливаюсь к прямому эфиру одному, я сейчас веду прямые эфиры в приложении Joom и делаю там распаковочки новых товаров вот и ну я еще дублирую все это на видео на втором канале, да, всякие распаковки более подробные, потому что там в эфире так ну просто показываю, что там, тестирую чуть-чуть а на втором канале я уже конкретно там берусь показываю конкретно короче, заморочка, ничего страшного если вы хотите попасть что говорю, зачем говорю ну не, чтоб вы знали, кто хочет попасть в прямой эфир у меня сейчас нет возможности прямые эфиры прямо вот так вот дома вести, да но в приложении я как бы веду именно распаковочку такую у меня еще очень много прямых эфиров впереди поэтому если вы хотите попасть на такую распаковочку то подписывайтесь на меня в инстаграме я делаю анонсы вот, например например, вот сегодня я сделала анонс в инстаграме днем, да, что там в 5 часов будет прямой эфир и вот люди по ссылочке попадут в прямой эфир придут и будут меня смотреть уже был такой прямой эфир, очень прикольный, кстати, получились, пообщались, потестили, очень милая компания собралась там, мне понравилось вот, так что подписывайтесь в инстаграм и ждите прямые эфиры а, сейчас за посылочками поеду на почту, думаю, Деньку с собой взять все еще сопли у него никак не проходят ни температуры, ничего, прекрасный ребенок себя чувствует реально просто сопли и не хочу его везти в садик просто потому что днем ну кто ему будет сопли там вот как следует, да, вытряхивать вот за день, не знаю, за день вот утром мы встали, сопли вытряхнуло ему ну да, у меня такой сленг вытряхнуло сопли, да, вообще как-то не это непонятно ну ладно, и вот что, сейчас обед сейчас вот я уже чувствую, надо ему промыть нос ну и там ближе к вечеру уже опять надо ну три раза, да, ну кто вот это будет заниматься там этим делом всем а тут дом под присмотром с бабулей гуляет, все хорошо, все замечательно вот, еще хотела прокомментировать по поводу предыдущего тоже влога еще что, где я говорила почему я там свекровь называю свекровью, да там как ее называть это столько много комментариев по поводу того как это... блин, какая заморочка у людей ну просто реально вот у кого заморочка по поводу слова свекровь это реально заморочка каждого из вас каждого из тех, кого это заморачивает но, слава богу, в комментариях были людьми которых это не парит и они тоже удивляются неужели так мало людей которых не парит слово свекровь. Ну, это личные ассоциации, как-то там фу, грубо, свекровь, там траля-ля. Мне абсолютно это. Я понимаю ещё, ладно, когда там самой свекрови, да, сейчас у кого-то будет ужас, ужасный, потому что столько слова свекровь сейчас будет в этом кусочке видео. Я понимаю, если слово, ну, как бы свекровь, вот я свекровью называю, свекровь, да, свекровь, и она ей режет слух, потому что ей хочется, чтобы её как-то по-другому, например, называют. Я понимаю там, да, конечно, я там прислушиваюсь, стараюсь как-то называть по-другому. Но когда другие люди слышат это слово, когда вообще друг, и к ним вообще это не относится, они кого-то другого называют, да, и опять же я же называю, да, для того, чтобы определить, чтобы понимали, о ком речь идёт. И это кому-то режет слух, кому-то просто это слово не нравится. Я не знаю, у меня просто такого нет. Мне, наоборот, нравится свекровь. Как сверкает, как сокровище. У меня ассоциации вот такие. Свекровь, сверкает, сокровище, свекровь. Классно. Почему нет? Я не знаю, у меня вообще, и когда кто-то кого-то так называет, вообще даже вот просто ровно внутри ничего не ёкает, и никакого вот этого зашквара нет внутреннего. А, назвайте по имени или по именю-адчеству. Вот, короче, по поводу слова свекрови, меня искренне это всё дело удивило вообще. Ну, это, знаете, это вот ассоциация. Вот, например, у меня больше, наверное, тёща. Тёща, потому что очень много анекдотов всяких разных ходило, да, и вот, возможно, когда там тёща, моя тёща, оно не режет слух, но вызывает какие-то некие ассоциации, да, такие, что типа тёща – это вот всегда какая-то мегера, да. Хотя тёщи бывают разные и удивительно даже, да, вот когда говорят там «моя тёща», «моя тёща», вообще все жалуются на тёщу, а «моя тёща», там вот такие разговоры, ты думаешь, «Вау, с тёщей тебе повезло», да. А свекрови я даже не слышала таких анекдотов. И я вообще даже не понимаю, с чего этим каким-то ассоциациям и резанью слуха вообще взяться. Слово красивое, анекдотов про свекровь не знаю, почему оно должно напрягать вообще кого-то. Поэтому я как бы говорила это слово и невдомёк. Но услышала, что Надежде Ивановне не нравится, когда её называют свекровью. Поэтому, ну, я её вот так конкретно и не называю. «Свекровь, можешь погулять там с ребёнком?» Или «Свекровь, давай что-нибудь приготовим». Я только когда кому-то говорю, вот вам снимаю видео, тогда я говорю «мы со свекровью». Это даже не к ней обращение идёт, а вот так вот. Но ей режет слух тоже, оказывается. Я вот так бы не снимала видео, это же прямое видео, прямое включение было. Если бы я вот так не снимала видео, я бы и не знала, что ей не нравится. Вот, ну, сняла, видите, вы начали все. Оказывается, у большинства людей проблемы с этим словом. Ладно. Короче, такие дела. Как напали на меня все? Как я должна называть вообще кого? Вот так вот быть блогером тоже ещё. Строят тебя твои подписчики вообще. Очень сложно оставаться собой, когда со всех сторон тебя воспитывают люди вообще незнакомые. Более того, ты не знаешь, что это за люди, какой образ жизни они ведут, да, как они себя ведут вообще с другими людьми. Ну, это образно, это сейчас отступление, да. И каждый раз тебе в комментах прилетает, как ты должен говорить, как ты должен себя вести, как ты должен к тому относиться или иному. Да, это такие интересные моменты. И ещё, когда предъявляют, что я не слушаю, что я не слушаю комментарии, что я делаю всё равно по-своему. И с таким, ну, подколами. Да, она всё равно всё по-своему делает, она никого не слушает. А должна? Удивительно этот мир. Сейчас покажу вам новиночки, которые у меня появились в доме. Вот две новинки, которые у меня появились в доме. Видите, я уже тут протестила помидорчик, резала, короче, точилку наконец-таки заказала. Фаберлик. Всё, теперь она точит. Тут несколько вариантов. Сначала вот здесь чуть-чуть поточили, потом здесь поточили, здесь подготовка, здесь уже жёсткая идёт точилка, и здесь полировка. Вот, я прям 3 секунды, мне кажется, поточила, и нож стал острый. А это, кто помнит, в прошлом влоге у меня сломалась моя это, как её называют, выдавливалка чеснока. Вот, я её сломала, в фикс-прессе брала. Теперь решила, вот много кто мне говорил, что клад мне вот такие маленькие тёрочки. Я взяла такую маленькую тёрочку, но ещё сюрприз какой оказался, представляете, что здесь вообще руками можно до чеснока даже не дотрагиваться. Вот сюда кладёшь чеснок, а здесь вот так придавливаешь им. Раз, и всё. И вот ты там трёшь вот так вот, видите? То есть порезаться невозможно. Вот так вот трёшь, 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 туды-сюды, и потихоньку эта штучка опускается. Такая маленькая мини-тёрочка вообще. Красота. Ссылку на Фаберлик оставлю под видео, кому интересно. Это из новиночек. Всё, посылочки забрала. Еду домой. Нигде задержаться не буду. А, куда еду домой? Я же решила это. За справку сейчас поеду, Деньке возьму. Завтра, наверное, в садик пойдёт. Уже соплей не так много. Ну, пусть заодно посмотрят. Потому что мы так и не ходили к врачу всю эту неделю с соплями пробыли. Вот. И, кстати, на мне, как видите, толсточка, которую мне Надежда Ивановна привезла. Подарочек. Вот ношу. Красивый цвет. Адидас. По размеру подобрала всё как надо. Вот. Красивый. Нежно-розовый цвет. С Денькой решили перекусить. Вот. Цезарь блин. Вот Денька, как всегда, с сыром. Вот эту вот штуку, прикиньте, снимала её, разбирала. Аааа, блин, нет. Короче, снимала и разбирала. Эту штуку еле собрали. Сейчас это кресло. Стирала чехлы. Офигеть просто, блин. Целый этот... Как это? Ребус. Собрать обратно. Детское кресло. До сих пор ещё там что-то не получается, по-моему. Короче, зашли сейчас в поликлинику, а там народу аж даже свежего воздуха нет, дышать нечем. Так что я думаю, лучше с утра завтра. Чё, мы пришли погулять вечером на театралку. Сейчас прохладно. Смотрите, как красиво светится наше колесо. Всё такое красивое в огоньках. Мы уже одеты тепло, потому что прохладно на улице. Идём к одному мороженому. Это мороженое мне советовала девочка одна. Мы с ней встретились на одном мероприятии. Она рассказывала, что на театралке есть местечко, где классное мороженое продают там необычных вкусов. Какое-то итальянское, что ли, или что-то такое. А потом я ещё гуляла с девочкой не так давно. Помните вы, может быть, когда мустрицы ели. И она тоже говорит, о, тут такое классное мороженое. Я говорю, блин, ну 100% надо попробовать. Вот мы приехали специально даже попробовать это мороженое. У меня настроение сегодня не очень, потому что я сегодня проводила эфир. А так оказалось, что пошёл какой-то сбой. И в итоге я час проводила эфир. Но никак не могла понять, что эфир на самом деле не идёт. И я сама с собой разговаривала целый час. Сделала себе прическу. Я так расстроилась, потому что час эфира, садится голос просто. Ну и в итоге, получается, я расстроена, короче. Еду мороженым заедать горь своих. Так, вот первое мороженое у нас здесь. Малинка, клубничка и голубика. Будем пробовать. Так, а второе взяла банан-шоколад и... Ой, какое я взяла ещё? Банан-шоколад и баунти. Вот, они с кусочками шоколада идут. И вот такой ещё рожок сверху шоколада. Что я люблю. Пока что быть необычной, какие-то не стала пробовать. Вот роза, например, смурфики, лаванда. Мы с Денькой сейчас будем играть. Куда залазить? Деньги куда, э? Две игры играем. Молодец! Лови! Зая, они не должны сюда попадать. Они не должны туда попадать. Сторожи. Смотрите, какую машинку мы нашли. Деньке понравилось. Вот так вот из брёвен сделали. А ещё здесь вот такой берёвочный парк. Что-то мы к нему пришли посмотреть. Ну, во-первых, страшно. Он такой высокий, обалденный. Ну, я бы попыталась пройти, но вообще страшновато, если честно. Для детей и взрослых пишут. Первое, что мы встречаем, вот такого железного человека. Здесь, короче, я так понимаю, QR-коды какие-то. На них наводишь телефон, и там начинается сказка. Покажи какой. Ух ты, какой гладкий. Ой, он ещё с лазером. А, ну, конечно, напряжение электрическое. Вот этого дотрагиваться нельзя. Тут электрическое напряжение. Потому что всё светится этим. Музыка играет. Слышите? Да! Очень опасный лес. Тут какие-то чунища ходят. Боже мой, я пошла. Я пошла. Такой вот домик красивый. Вот видите, QR-код подставляешь, и здесь начинается сказка. А здесь льётся волшебная лампа. Тоже сказка QR-код. А это дровосеки. Сказка про дровосеков, наверное. О, какой красивый дракон. Огнём дышит. Пойдём посмотрим, что за чудовище. Чудовище какое-то, да? Пойдём посмотрим. Это дядя Кекс. Дядя Кекс? Пойдём спросим. Фея! Вот она, Фея! Дядя Кекс идёт. Остановился, смотрю, у тебя волшебный меч. Его пропустим. Скажи, проходи, дядя Кекс. Говори. Скажи, проходите, дядя Кекс. Спасибо, говорит тебе. Он добрый. Он охраняет этот лес. Добрый дядя. Спасибо. Спасибо. Пойдём за ним. Он нам покажет дорогу на выход. Ребят, улыбаешься? Пойдём. Он нас выведет наружу. Всем доброе утро, мои хорошие. Вчера, блин, просто уже приехали домой, уже устали. Прикольный вчера был вот этот парк. И я так поняла, что этот парк, он реально только для того, чтобы ночью там быть. Потому что днём там ничего не светится. И цены, на мой взгляд, немного завышены. Мы могли бы сделать поменьше цены. Вот. Ну, это кто любит сказки слушать. То есть мы эти QR-коды не делали, сказки не слушали, потому что Денька, он вообще не усидчивый. То есть он не будет стоять и слушать сказку. Он пойдёт скорее там ходить. Ну, ему понравилась идея с мечом. Вот это вот всё, атмосферка прикольная. Вот. Мы приехали домой. Кстати, по поводу мороженого. Вот мы попробовали там вкусов очень много. Я не знаю, штук семь вкусов разных точно я попробовала. Я была не одна, мы взяли разные вкусы, все друг у друга попробовали. Короче, ничего особенного в мороженое нет. И даже Денька не доел мороженое. Вообще он даже половины не съел. Я ему взяла один шарик. Шарики большие. Потом я не доела своё мороженое. Один шарик, может быть, съела от силы. И как-то, ну, как-то вот, как-то так. Детям особо не зашло. Вот. Но там есть одна какая-то, один какой-то горгонзола, говорят, вкус. Но он закончился на тот момент. Вот её, Бубу, я ещё попробовала, что за горгонзола. Ну, а так ничего особенного в этом морожене нет. Макдональдс всё равно рулит. Вот. Сейчас мы идём за справкой всё-таки. Да, сегодня крайний день, когда Денька дома отдыхает. Вот. Всё-таки завтра уже пора в садик. Пора адаптироваться к новому садику. Я уж переживаю, как он там нормально зайдёт, да. Всё-таки новые воспитатели. Посмотрим. Вот. Ещё, я думаю, с Кристинкой сегодня увидится. Она в центре сейчас с девчонками. Вот. Мы сейчас съездим туда со справкой. И, не знаю, надеюсь, что мы пересечёмся с ней. Взяли справочку. Очень быстро. Нравится мне вот в неотложку туда идёшь. Она мне спрашивает, говорит, а вы к кому ходили, к какому врачу? Я говорю, да мы никому не ходили. Мы просто дома просидели. Говорю, у нас ни температуры, ничего не было. Просто, говорю, были сопли. Я его не стала водить. Ну, считай, полторы недели. Она говорит, ну, давайте посмотрю. Посмотрела горло, нос. Говорит, мне нравится. Всё хорошо. Дали справку быстро, без очереди. Даже там медсестра была свободная. А доктор только, ну, буквально 30 секунд на нас потратила. Посмотрела и подписала справку. Всё. И мы вышли. А там, конечно, толпень такая просто огромадная. По дороге ещё мальчик там какой-то, видимо, не хотел идти к доктору. И такой что-то кричит, возмущается. Мы мимо проходим. Он просто Дэньку такой, ты дышь по плечу. Просто так вот от нервов. Дэнь не растерялся. У него реакция мгновенная. Он ему, ты дышь по плечу. Тот на него там. Я говорю, так, так, всё, 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 всё. Ударил один. Другой дал сдачу. Всё. Хватит. Продолжать не надо. Ну, Дэнь, абсолютно спокойно. У него реакция просто. Я смотрю, у него реакция. А не одного возраста примерно так. Ну, не примерника, а прямо одного возраста. Так что, я не знаю. Конечно, драться нехорошо. Но когда ребёнок не тушуется, может за себя постоять, почему-то возникает внутри спокойствие. Всё-таки мальчик, да? И вообще, я его хочу отдать на какие-то там эти моменты. Но воспитывать в нём буду, конечно, наверное, доброту, вот что-то такое, что, ну, понимание какое-то, да? Чтобы обязательно старался обходить какие-то острые углы, да? Но при этом, чтобы мог за себя постоять. Потому что, знаете, мы девчонки, да? Меня большинство девчонок смотрит. Вот мы, девчонки, немного всё-таки в другом мире живём. В плане вот пацанячьей. Вот я каждый раз, когда сталкиваюсь с пацанячьими какими-то разборками, разговорами, да, вот между собой. У них какой-то свой мир, да? Кто как себя поставит, как ты там в компании, да? То есть вот эти вот уважения, ценности, кто как тебя воспринимает. Нам, девчонкам, это не понять. Ну, вот чисто же, ну, если девчонка пацанячка такая, да, пацанка, может быть, она там отчасти понимает, если она с пацанами тусуется, и такая же тоже среди пацанов, такая какая-то там бойкая. Ей тоже нужно ставить себя, чтобы её уважали и так далее. Она не пропустит какие-то моменты мимо ушей, да? Вот. А вот в пацанячем, сколько я смотрю, я понимаю, что я этот мир вообще мало знаю. Здесь, ну, как бы, да, и, конечно, мне хочется, чтобы пацан мой умел за себя постоять, не давал себя в обиду. Вот. Короче, вот такое было, да? Просто мгновенная реакция. Прикол. Вот. Так, чего ещё, чего ещё? А, сейчас я позвонила Кристине, Полине, они вместе сейчас с Полиной. Вот. Сейчас там с девочками провожают их по улице и в центре как раз. И я еду в центр сейчас, там машину где-нибудь припаркую. Мы пересечёмся, чуть-чуть погуляем. У нас есть время. Полине нужно будет там тоже к трем часам куда-то ехать по делам. Ну, и мне тоже уже надо будет домой. Вот. И Кристинка тоже как раз, и с Ворошиловского удобно домой. Так что мы там сейчас день-нибудь, не знаю, присядем или походим по Пушкинской. Пересекусь с девчоночками. Привяушки, красаточки. Красные губы. Какая странная тетя, да? Полина занятой человек. Привяушки. Привяушки. День. Кристину помнишь? Кристина. Красные губы. Хорошее местечко нашли. Что, вы не заказывали? Что, сейчас я хочу... Посмотри, как я его испачкала. Вытирай. Ну, скажи, настоящий мужчина должен быть... Сколько там? Тон помады должен съесть. Я думала, сейчас будет ругаться. Я сегодня вот в таком стайле. Красивый свет. Мой латте готов уже. Так, сейчас ещё бутерброды делаются, да? Да. А здесь можно бесплатно ещё налить водички. Вот Денька у меня пьёт водичку. И прям вот бесплатно можно её налить. И не покупать. Не, можно купить, можно налить. Да, сейчас бутерброд ещё принесут. Полина говорит, придни себе стульчики. Я говорю, зачем, посмотрите, как это... Раскладушка здесь можно прилечь. Вон планшетик, даже включить кино. Прикольное местечко, смотри, вот они под лестницей сели. Чем был... Чем был, как это сказать слово? Обоснован выбор этого места именно, под лестницей. А, тут мы троём сели, потому что где-то по два. Там люди сели, там слишком много места, а тут три места. Я такая... Вообще-то я думала, что мы троём садим. Ну, так вот, что-то вы поправились, походу, бабоньки. Ну, что ты? Тебе не нравится? Я съем. Ты крошишь Кристине в стакан. Это же ребёнок, он не крошится руками. Он ещё чувствует, что хлеб нужно есть руками, отламывать, щипать. Ну, не металлическими. Что-то ему не нравится. Он и так, и так, и всяк облизывает. Я не знаю, что тебе взять. Он знает, вроде бы надо кушать. Я же, кстати, вам не сказала, всё в машине сидела и не сказала, что... Надежда Ивановна... Да, она не сильно там, я думаю. Надежда Ивановна знает, что я очень люблю тушёную капусту и делает сейчас капусту. В данный момент. Так что я ничего нигде не буду кушать, приду домой, есть капусточку. Ну что, крошки, мы посидели, пообщались и спонтанно поменялись планы. Вообще, у Кристины были свои планы, у Полины были свои планы. В итоге это... Ну, мы же влогеры. Кусочек сниму тоже. Влогеры. И в итоге получается, что Полина не поехала по своим делам, Кристина не поехала по своим. И мы поехали сейчас к Полине в гости. Немного покажу вам её новый апартамент. И сама там впервые побываю. Кристина там впервые побывает. Кристина. И Лена. Да-да-да, уже было. Ну всё, крошки, мы сели и едем к Полине в гости. Кристина, Дэня. Посмотрим, как она живёт. А? Надо нажимать к нам. Так я... Какую? Вот эту? Эту. Всё? Нажимать. Да сейчас поедем уже, Зая. Мы заходим в святая святых. Я ещё рум-турнист. А, ну я снимала... Нет, ну я снимала рум-лайн. Значит, я буду первая. И как всегда твое видео выйдет. И как всегда твое видео выйдет завтра. Мне написали уже. Полина переселяется с полива. Так, ладно. Я не буду прям рум-тур снимать. Я какие-то моментики сниму. А полный рум-тур... Денечка, иди сюда. Разуйся, пожалуйста. Что такое за некрасота? Ну-ка быстренько приличным будь. Снимай кроссовочки. Я сейчас вот даже вот детально, короче, только сниму какие-то моменты. А полный рум-тур у Полины потом. Нет. А, тогда можно снимать, да? Нет. Нет. Да, камера у меня разрядилась. Я писать не могу. Поэтому нельзя, да. Ну смотри. О-о-о. Чуть-чуть контента мне. Смотрите, как у нее тут красивенько все. Все вытожечки. Все такое вот девчаченькое. Не как у меня, конечно. Слушайте, я Полину смотрю в инстаграме, постоянные сторисы. Она вот очень активно ведет инстаграм. И вообще, знаешь, все по-другому. Вот как-то по-другому. На самом деле все уютнее. Еще уютнее, чем на фотках. Прикольненько. Уютно. Слышишь так? А что, ты решила этот диван не в детскую, нет? Вот, собираюсь, да, его перед... А сейчас дима, да, спит. Сумной спала. Ну, у нее кроватка была, кроватку продали вот-вот. И надо вот это перейти. Ну, прикольно, он здесь очень гармонично смотрится. Диванчик. Да, можно я на нем сидеть буду? Олег, какая красота. Это стеклянная? Нет, это пластиковая штучка. Как красиво она лежит. Я помню у Полины вот эти вот тарелочки, кстати. Почему сейчас чешутся? Левая к деньгам, Кристина. Когда встала, она раздирается второй день. Да потому что зарплата придет скоро. Да? К равнопланию. Я жду. Короче, у нас долгие прощания. Дэня рвется. Ой, все, девочки, спасибо. Все, давай, открывай. Валим отсюда, валь. Девчонки, сейчас будут какие-то коктейли тут мутить. Веселиться без меня. Красивые мордочки постоянно делаем. И сейчас так модно. Все нормально. Все, пока. Пришли домой. Вот, смотрю, приготовила Надежда Ивановна. Свекровь, кто не знает, моя. Приготовила такую вкусняшку. Вот тут зелень ее, я смотрю. Морковка. Вот, чуть-чуть по-другому готовит. Попробую сейчас. Ой, мои хорошие. Ну, покушала я от души. Капуста очень вкусная. Прям классная. И большая сковородка. В ближайшие дни буду есть только капусту. Так, еще заказала сейчас доставку. Мы пришли домой. И у нас нет ни молочных ломтиков, ни йогуртов, Деньки, ничего. Ни яблоков. А у меня Денька очень сильно любит яблоки. Короче, что я смогла, заказала быстро в пятерочке. Вот доставка уже в течение часа пришли. Так, барсик тут как тут, да? Заказала 2 килограмма голден. Эти яблоки. У меня свекровь. Надежда Ивановна любит яблоки. Голден именно. Так, о, смотрите, это в подарок нам. А что это такое нам в подарок? Написано, видите, в пакетике подарок. Это ку-ку-сики. Семочки, что ли? Три пачки семечек, смотрите. Так, еще я взяла йогурт вот такой вот. Любим мы тут. Томатный сок. Какой-то новинка со скидкой, кстати, был без сахара. Лайм. Короче, яблоко и цитрус. Ой, ты какой. Ой, ты мальчик. Короче, сыр взяла мой любимый российский. Красная цена. Вот, люблю именно красную цену. Вот это вот мы брали литовскую сметанку вкусную. Нам понравилось. Быстро съели. Ломтики 10 штук. Денькиных. И все. И барбосик тут. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok